Друзья, здравствуйте! Я сижу рядышком со своей новой машинкой, которую я вам сейчас расскажу, покажу поближе, подальше. Меня зовут Елена Кошелева, вы на моем канале. Я тут... Я тут... А что дальше, не знаю. В общем, сейчас я вам расскажу предысторию, как я купила машинку, почему она вот сейчас вот такая, а не ту, которую я купила. Смотрите! Сначала я хотела купить вот такую машину. Швейная машина Бернина Бернет Чикаго 5. Она вышивальная, то есть она вышивает, шьет. В общем, классная машина. Но что-то как-то я долго думать стала. И, в общем, я выбирала между двумя машинками. Вот Бернина Бернет Б38. Мне что здесь понравилось, то, что она со столом идет. Вот столик. Это прям вот... Ну, в принципе, столик можно отдельно купить. Вот эта машинка мне понравилась. Я ее, в принципе, хотела купить. Эту я думала-думала. Передумала. Не знаю, что мне тут не понравилось. В общем, я долго-долго думала. Тоже хорошая машинка. И, в конце концов, я зашла в магазин Швейный мир. И посмотрела все в наличии там машинки. И мне понравилась машинка. Вот такая. Пфаф. В общем, я на ней остановилась. И я ее купила. У нас в магазине продавалась Пфаф 1.5. Уже другая модель немножечко. Ну, в принципе, у них там только по строчкам разница. А так все то же самое. И я купила вот эту машинку. Итак, значит, я заплатила за ту машинку. Называется она Ambition 1.0. Но купила я вот эту. Ambition 2.0. Смотрите, сколько у нее строчек. У нее четыре алфавита. Всякие разные там завихрения, буковки красивые. Почему так вышло? Значит, не было этой машинки в наличии. Ее сняли с производства. Ту, которую я купила, оплатила. Ее сняли с производства. И с магазина мне стали звонить. Говорят, давайте другое что-то берите. Я говорю, не, мне только та нужна. Я ее видела у нас в магазине в швейном мире стоит. И планировала там ее и прикупить, когда они мне вернут деньги. Прошла неделя. Ничего было. Тишина была, в общем-то. Никаких сдвигов не было. Ну, и я стала рассматривать машинки еще. Так смотрела, смотрела. И потом менеджер магазина мне сказала. Ну, то есть я ей объяснила, что я хочу купить 1.0 машинку. Она говорит, вы знаете, а, и что она есть в швейном мире. Она говорит, вы знаете, вот эти машинки, которые стоят на прилавках, да, на витринный вариант, они все в пыли. Они уже, можно сказать, не новые. А вы будете за эту цену брать вот эту машинку. А мы вам гарантируем, что она прям с завода идет. Что вы получите новую машинку без пыли, без всего. И вот, то есть запечатанная она даже будет. И меня это как-то подкупило. И я решила взять, ну, подороже, да, вышла вот эта машинка подороже. Она стоит 63 800 рублей. Но они мне оформили рассрочку беспроцентную. Доставка бесплатная. То есть вообще условия сумасшедше классные. И так я получила вот эту машинку. И знаете, я даже рада, что я эту получила. То есть модель новее, у нее больше функций, больше возможностей. И она шьет как, ну, не знаю, с чем сравнить. Вот я тут шила, баловалась, смотрите, какая красотень. Она и вышивает, и буквы шьет. И вот эти строчечки, помните, да, такие вот рубашки? Мужские, женские раньше вышивали. Вот она это все сама делает и быстро делает, и качественно делает. И прошивает вот такой слой ткани. Сейчас я... Давайте с вами начнем. Вот у меня это я тут уже шила. Вот я свернула ткань в несколько-несколько слоев. И вы посмотрите, что она творит. Что она вытворяет, эта машинка? Педаль я не подключила пока, она шьет и сама по себе. Главное вовремя остановиться. Здесь есть регулятор скорости, можно помедленнее. Ой, в общем, шьет она классно, как танк. Здесь у нас вот такая штуковина, которая обрезает нитки. Мало того, что тут 8 петель всяких разных, вообще вот всяких разных. Тут еще и штопка есть. И еще эта модель, как его, в общем, тут и такие штуки. Она для квилтинга, для того, чтобы шить одеяло. Вот. И здесь есть вот такая штуковина. Девочки, извините, что я снимаю на телефон, потому что у меня фотоаппарат как-то снимает очень-очень мутно. Так. Сейчас найдем строчечку. Вот такая есть строчечка. Сейчас мы ее посмотрим. Теперь буду вытворять. Буду себе шить. Буду шить куклам. В общем, класс, 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 класс. Мне прям, я вообще в восторге. В восторге, что так получилось все. Что именно эта машинка, именно вот она ко мне пришла. Я считаю, что экономить на себе, на своем творчестве, на желании. Вот понимаете, когда садишься за такую машинку, прям вот прет желание шить. Если у вас оно не прет. Вот. Эверлок я вам показывала, какой у меня эверлок. В общем, сейчас машинки вообще суперские. Идут вот именно вот новые-новые модели. Я долго выбираю, чтобы мне на долгие годы хватало. То есть, у меня было две машинки. Была промышленная и была бразер, пластиковая машиночка. Промышленная подшивала джин, джинсу. То есть, вот все-все-все такое брала толстая. А на той, на бразере я шила куколок. Потому что было... Они... Ну, то есть, вот эта машинка одна. Она вмещает в себя все те функции, которые были у меня у тех двух машин. Вот так можно выразиться. И меня это очень радует. И причем те машинки продались очень быстро. Просто вот улетели. На ура. Так что, если вы что-то планируете поменять. И вообще, вот, надо к лучшему. У меня нет такой дикой радости, что я ее купила. У меня просто вот по работе нужная вещь. И приятно на ней работать. Вот представляете, когда ножницы не режут, машинка не шьет. Как это все тяжело и туго. И вот те девочки, которые купили у меня промышленную машинку, девушка-то, она шила на своей старенькой чайке, у меня, по-моему, была. И она вот села на эту и говорит, что небо и земля. Вот чувствуете? А я села на эту и говорю, небо и земля. Это как Мерседес и Лада. Я, правда, на Мерседесе еще не ездила ни разу. Но я чувствую, что это те же, те же эмоции и ощущения. В общем, все рассказала, показала. Называется Fav Ambition 2.0. Машинка супер. Так что мечтайте о такой. Мечтайте и планируйте купить. Не пожалеете никогда. Вот никогда. Я выбирала долго. Мне и Хурсварму предлагали. И, ну, вы видели, я вам вначале показывала, как я выбирала. И, знаете, не те немножечко функции, какие я хотела. Не то, что даже функции, а вот внутри. Не мое. Вот внутри чувствую уже, чувствую. Ой, хорошее все вам показала, рассказала. Пошла жить, пошла работать. Стимул есть. Еще не все строчки я пробовала. Удачи вам всем. Прекрасной жизни. Думайте о хорошем. Мечтайте о хорошем. Вот об этой машинке я стала задумываться. Не об этой именно, а чтобы поменять. Стала задумываться, ну, где-то месяц назад. Потом думаю, ладно, не буду я тебе ничего покупать. Менять. На стройку деньги отправлю. И как-то само так вот вышло, что вот получилось вот так взять. Даже не планировалось. Так неожиданно. Бац, бац, бац. И все сложилось. То есть, когда мечтаешь, оно все действительно происходит в жизни. А когда себя ограничиваешь и говоришь, нет, у меня, наверное, не получится. Это дорого стоит. Вот так оно и идет. Вот во что верите, то и получаете. Вот я вам это прямо вот клясться не хочу. Клясться написано в Библии нельзя. Ну, вот действительно оно так и есть. То есть, все, что мы себе позволяем иметь в этом мире, то и происходит с нами. А еще хочу вам случай один рассказать, пока я тут сижу. Мы хотели завести землю на свой участок. И ездили КамАЗы вокруг, рядом. Я говорю мужу, давай выйдем, поймаем КамАЗы. И себе земли, то есть, договоримся с ними. Он говорит, так не делают. То есть, у него вот такое убеждение было, что так не делают, надо по телефону все уточнять, узнавать. Ну, и он, в общем, договорился там с кем-то. Они отказались привезти землю. Там что-то земли нет, тра-ля-ля. То есть, все, что внутри сидит, то и происходит снаружи. И я думаю, ну вот почему же я чувствую, что если выйти вот так на дорогу, то можно, конечно, поймать и поговорить с этим дядькой. И земля тогда, значит, стоила, я стала ее искать, она стоила 6 тысяч КамАЗ. 4 тысячи КамАЗ, не меньше. Нам надо столько земли, ну, хотя бы в начало засыпать. Там 4 машины, в общем, мы купили. И благодаря тому, что я вышла на дорогу, когда ездила тут самосвал, большущий самосвал, там была цена за маленькие машинки, за 15 тонн или 10 тонн КамАЗа. А здесь был самосвал 20-тонный. И стоимость всего 2,5 тысячи рублей за машину, представляете? И я вышла, я его вот так остановила, мы с ним поговорили. И на следующий день он нам привез 4 машины земли. Понимаете? Вот я себе, вот почему тогда не получилось, когда муж договорился? Потому что я была, как сказать, не согласна. Я говорила, давай найдем дешевле. То есть он тоже за 2,5 договорился. Но я думала, что это очень дорого, что надо искать дешевле. И когда я стала искать дешевле на Авито, оказалось 4-6 тысяч, еще дороже и меньше объем. И вот когда я это поняла внутри, что та цена отличная, что надо брать, вот только тогда это все пришло в мою жизнь. Я поняла, что себя надо уговаривать, надо факты себе показывать, как вот это все будет работать. И вот то же самое с машинкой получилось. Вот вы понимаете, как все работает? Все, что мы позволяем себе иметь, оно все к нам само приходит в жизнь. А все, что не позволяем, что думаем, это дорого, это я не потяну, такого быть не может. Так оно и случается. Вот это просто вот факты такие на лицо. Поэтому не ограничивайте себя. Мечтайте. Даже Рокфеллер сказал, мечтайте. И тогда начнет все складываться. А как жизнь поймет, чем вас наградить, если вы даже не мечтаете? Не наградить, а что вам дать? Наградить это слишком. За что нас награждать? Мы еще обязаны Богу за то, что мы здесь находимся, за то, что живем. До новых встреч, друзья мои хорошие. Показала, рассказала. Люблю вас, обнимаю. Пошла шить. Пока-пока. А то я могу долго беседовать. Еще что-нибудь вспомню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова